Святитель Игнатий Брянчанинов, аскетические опыты, часть первая, собрание творений в шести томах, том первый, сети Миродежца. Под знаменем Святого Креста веду вас, братья, на духовное зрелище. Руководителем нашим да будет Великий, в угодниках Божьих Антоний, постыножитель египетский. Он, под действием Божественного Откровения, увидел некогда сети дьявола, распростертые по всему миру для уловления человеков в погибель. Увидев, что этих сетей бесчислено множество, с плачем попросил он Господа, Господи, кто же может миновать эти сети, получить спасение? Погружаюсь задумчиво в рассматривание сетей дьявола. Они расставлены вне и внутри человека. Одна сеть близко присоединена к другой, в иных местах сети стоят в несколько рядов. В других сделаны широкие отверстия, но которые ведут к самым многоплетенным изгибам сетей, избавление из которых кажется уже невозможным. Глядя на многокозненные сети, рыдаю горько. Невольно повторяется во мне вопрос блаженного пустына жителя. Господи, кто же может избавиться этих сетей? Расставлены сети для ума моего в различных книгах, именующих себя светом, а содержащих в себе учение тьмы, написанных под явным или прикрытым влиянием мрачного и всезлобного миродежца из источника разума, поврежденного грехопадением. Во лжи человечествей, в коварстве козней лечения, по выражению апостола, писателями, которые без ума дмятся от ума плоти своей. Ближний мой, в любви к которому я должен искать спасение, соделывается для меня сетью, уловляющей меня в погибель, когда ум его уловлен сетями учения, мудрования лживых и листивых. Мой собственный ум носит на себе печаль падения, покрыт покрывалом мрака, заражен ядом и лжи. Сам он, обольчаемый миродержителем, расставляет для себя сети. Еще в раю стремился он неразборчиво и неосторожно к приобретению знания, для чего для него гибельного, убийственного. Попадение он сделался неразборчивее, опрометчивее, с дерзостью упиваются чашу знания ядовитого и тем решительно, уничтожая в себе вкус и вожделение божественной чаши знания спасительного. Для сердца моего сколько сетей, вижу сети грубые, сети тонкие, которые из них назвать более опасными, более страшными. Сетей недоумеваю, ловец искусен, и кто ускользнет от сетей грубых, того он уловляет в сети тонкие. Конец ловитвы один – погибель. Сети прикрыты всячески с отличным искусством. Падение обличено во все виды торжества – человеку угодие, лицемерство, тщеславие, во все виды добродетели. Обман, темная прелесть носит личину духовного, небесного. Любовь душевная, часто порочная, прикрыта наружностью любви святой. Сладость ложная, мечтатель, выдается за сладость духовную. Миродежец всеми средствами старается удержать человека в его падшем естестве. И этого довольно без грубых грехопадений, чтобы соделать человека чуждым Бога. Грехопадения, грубые, вполне заменяются по первым расчетам ловца, гордостным мнением о себе христианина, довольствующегося добродетелями падшего естества и вдавшегося в самообольщение этим отчуждившегося от Христа. Для тела сколько сетей, оно само, какая сеть, как пользуется им миродежец. Посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям и пожеланиям, мы приближаемся к подобию скотов бессловесных. Какая пропасть! Какое удаление! Какое неиспадение от божественного подобия в эту глубокую, страшно далекую от Бога пропасть. Мы не извергаемся, когда передаемся грубым плотским наслаждениям, называемым по их греховной тяжести падениями. Но и менее грубые плотские наслаждения, и менее пагубные. Ради их оставляется повечение о душе, забывается Бог, небо, вечность, назначение человека. Миродежитель старается содержать нас в непрестанном развлечении, омрачении посредством наслаждений телесных. Через чувства эти двери в душу, которыми она сообщается с видимым миром, он непрестанно вводит в нее чувственное наслаждение, неразлучных с ним грех и плен. Гремит в знаменитых земных концертах музыка, выражающая и возбуждающая различные страсти. Эти страсти представлены на земных театрах. В взволнованных земных увеселениях человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению убившим его злом. В упоении им он забывает спасающие его добро божественное и кровь Бога-человека, которую мы искуплены. Вот слабое начертание сетей, расставленных миродежцем для уловления христиан. Начертание слабое, но едва ли оно не навело на вас, братья, справедливого ужаса. Едва ли в душе вашей не родился вопрос, кто же может избежать этих сетей. Картина страшная еще не кончена. Еще возбуждается кисть моя, видимая Словом Божиим, вводимая Словом Божиим к живописи. Что гласит Слово Божие? Оно возвещает предсказания, сбывающиеся в глазах наших. Предсказание, что во времена последние, по причине умножения беззакония, иссякнет любы многих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Неложное Слово Божие более твердое, нежели небо и земля, возвещает нам умножение и последние времена сетей дьявольских и умножение числа, погибающих в этих сетях. Точно. Гляжу на мир, вижу, все эти дьявола умножились в сравнении с временами первенствующей Церкви Христовой. Умножились до бесконечности. Умножились книги, содержащие лжеучение. Умножились умы, содержащие и сообщающие другим лжеучение. Умолились. Умолились до крайности последователей святой истины. Усилилось уважение к добродетелям естественным, доступным для иудеев, язычников. И велось уважение к добродетелям прямоязыческим, противным самому естеству, взирающему на них, как на зло. Умолилось понятие о добродетелях христианских. Не говорю же, как умолилось, почти уничтожилось. Исполнение их на самом деле. Развелась жизнь веществ, исчезает жизнь духовная. Наслаждение и попечения телесные пожирают все время. Некогда даже вспомнить о Боге. И это все обращается в обязанность, в закон. От умножения беззаконий иссякнет любви многих и тех, которые удержались бы к любви к Богу. Если бы зло не было так всеобщее. Если бы все эти дьявола не умножились в такой бесчисленности. Справедлива была печаль блаженного Антония. Тем справедливее печаль христианина нынешних времен презрений сетей дьявольских. Основатель плачевный вопрос. Господи, кто же из человеков может миновать эти сети и получить спасение? На вопрос преподобного пустынно-жителя последовал от Господа ответ. Смиренно-мудрее минуют эти сети. И они не могут даже прикоснуться к нему. Божественный ответ! Как он отъемлет! От сердца всякое сомнение. Изображает в кратких словах верный способ победы над супостатом нашим. Способ расторжения, уничтожения многоплетенных его козней, устроенных при помощи многолетней и многозлобной его опытности. Оградим смирением ум, не позволяя ему стремиться безразборчиво, опрометчиво к приобретению знаний, как бы новость их и важность их заглавий не приманивали нашей любознательности. Охраним его от испытаний лжеучений, прикрытых именем или чинною христианского учения. Смирим его в послушании церкви, не излагая всякое помышление, взымающееся на разум Христов, на разум церкви. Прискорбен сначала для ума тесный путь послушания церкви, но он выводит на широту и свободу разума духовного, пред которым исчезают все мнимые несообразности, находимые плотским и душевным разумом в точном повиновении церкви. Не дозволим ему чтения о духовных предметах другого, кроме как в книгах, написанных писателями истинной церкви, о которых сама церковь засвидетельствовала, что они органы Святого Духа, читающие святых писателей, неприметно приобщаются обитающему в них и глагольщему или Святому Духу. Имя Святому Духу. Читающие сочинители еретических, хотя бы они своим еретическим солнышем и украшены были прозванием святых, приобщаются лукавому Духу прелести. За непослушание церкви, в котором гордость, он впадает в сети миродержителя, как поступить сердцем? Привьем к этой дикой маслине сучец от маслины плодовитой, привьем к нему свойства Христовые, приучим его к смирению евангельскому, будем принуждать насильно к принятию воли Евангелия. Увидев его разногласия с Евангелием, непрестанное противоречие, непокорность Евангелию, увидим в этом противодействии, как в зеркале наше падение. Увидев падение наше, восплачем о нем пред Господом, Создателем нашим, Искупителем. Возболим печалью спасительную, да то ли будем пребывать в этой печали, да коли не узрим исцелением нашего. Сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит, Псалом 50, 19 стих, преданием его вловитву врагу. Бог, Создатель наш и полный Владыка, Он может воссоздать сердце наше, и притворит Он сердце, неотступно выпиющему плачем и молитву. Из сердца грехолюбивого в сердце Боголюбивое святое. Будем хранить телесные чувства наши, не впуская через них грех в клеть душевную. Обуздаем любопытное око, любопытное ухо, возложим жестокую узду на малый член тела, но производящий сильные потрясения, на язык наш. Смирим бессловесное стремление тела воздержанием, бдением, трудами, частым воспоминанием о смерти, внимательную, постоянную молитву, как непродолжительное телесное наслаждение. Каким смрадом они оканчиваются напротив того тела, ограждённого воздержанием и хранением чувств, омовенное, слезами покаяния, освященное частыми молитвами, зиждется таинственно в храме Святого Духа, соделывающего все покушения врага на человека безуспешными. Смиренно мудрее, минуют сети дьявольские, и они даже не могут прикоснуться к нему. Аминь. 1846 год. Сергоева. ПУСТЫНЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова